Приветствуем вас, уважаемые коллеги, в заключительной части цикла видео по детализирующим изгибам. Сегодня мы разберем изгибы третьего порядка, а ниже изгибы по торгу. Для нанесения изгибов третьего порядка нам понадобится маркер, дуга ТМА 19х25 или 17х25, торговые щипцы с ключом, а также плоскостные щипцы или клювовидные. Для облегчения понимания процесса нанесения изгибов на дуги будут использоваться следующие термины. Дистальная часть дуги и мизиальная часть дуги. Дистальная часть дуги – это часть дуги, которая располагается кнаружи отметок изгиба. Мизиальная часть дуги – та часть дуги, которая располагается кнутри отметок изгиба. Для нанесения изгиба по торгу делаем метки на дуге, вокруг предполагаемого места изгиба, дистальнее и мизиальнее. Захватываем дугу торговыми щипцами с внутренней стороны, как будто бы со стороны полости рта. Ключ располагаем с наружной стороны. На верхней челюсти, если мы хотим придать положительный торг коронке зуба, то делаем движение ключом кверху. Это представлено на данной схеме. Если мы хотим придать отрицательный торг, то делаем движение ключом к низу, что также видно на схеме. Для нижней челюсти ситуация противоположная. Если мы хотим придать положительный торг коронке зуба, то делаем движение ключом к низу. Если же мы хотим придать отрицательный торг, то делаем движение ключом кверху. Торговый изгиб также возможно наносить двумя щипцами. Либо двумя щипцами для прямоугольной проволоки, либо одними щипцами для прямоугольной проволоки, одними клювовидными, либо двумя клювовидными щипцами. При нанесении торкового изгиба двумя щипцами, одни щипцы будут пассивными, они удерживают дугу, вторые активными, они гнут дугу. Пассивные щипцы располагаем в области метки, ближе к дистальной части дуги. Активными захватываем метку ближе к мезиальной части. Скручиваем дугу активными щипцами в предполагаемую сторону изгиба. Далее перемещаем пассивные щипцы на вторую метку, ближе к мезиальной части дуги. Активные щипцы располагаем дистальнее. Скручиваем ими дугу в противоположную сторону, выравнивая таким образом дистальный конец дуги. Проверяем дугу на предмет наличия деформаций. В случае необходимости припасовываем контурными или плоскостными щипцами. Торковые изгибы также применяются для компенсации изгибов по высоте. На верхней челюсти изгиб вверх предварительно должен быть компенсирован отрицательным торковым изгибом. Изгиб вниз – положительным торковым изгибом. В сегодняшнем видео мы рассмотрели механизмы нанесения изгибов третьего порядка. Они же торковые изгибы. С помощью торковых щипцов и ключа, а также с помощью двух отдельных щипцов. Надеемся, данный цикл видео был для вас интересным и полезным. И вы будете применять полученные знания в вашей каждодневной практике. Продолжение следует... Продолжение следует...